В Верховной Раде сегодня в очередной раз думали, как быть с Центр-Избиркомом. И несмотря на то, что в коалиции уже готовы на уступки, похоже, ЦИК, если и обновят, то уже осенью. Параллельно в зале решали, в каком варианте принять поправки к закону об антикорсуде. Что из этого вышло, давайте узнаем. Евробляхи опять заблокировали правительственный квартал. Сегодня машин с европейской регистрацией меньше, но тем не менее, из-за них снова на центральных улицах приходится стоять в пробках. В Раде пытаются решить их судьбу. Налоговый комитет добился включения в повестку дня двух альтернативных законопроектов, которые существенно уменьшают акциз на ввоз импортных авто. Мы предлагаем абсолютно прозорую и зрозумелую систему вызначения акцизного податка. Базовая ставка для автомобилей на бензиновых двигателях 50 евро, на дизельных двигателях 75 евро за тысячу кубичных сантиметров. Застосование двух коэффициентов объема и века очень просто можно пораховать. То есть автомобиль в 2000 кубичных сантиметров будет базовая ставка 150 уменьшили на 2. И далее смотрите, если автомобилю 10 лет, это будет 100 уменьшить на 10 тысяч евро акциз. Мы пораховали, таким чином пораховали ставки акцизного податка, чтобы, например, на автомобиль Volkswagen Passat двухлитровый бензиновый 2001 года выпуска акциз становился примерно 350-360 евро. Таким чином, чтобы людям это действительно было доступно. Радикалы же предлагают решать проблему глобально. Мы предполагаем на том, чтобы отродживать свой автопром, свой автопром и залучать новые технологии с Мерседеса и других братьев в кооперацию, Toyota, непогана машина, Volkswagen, и создать заводы в Украине, а не завозить в Украину хлам, который ни где в мире не берут, только в Украине. То есть низкие податки, высокие зарплаты, чтобы люди могли купить себе машину и для детей велосипед, потому что сегодня довели людей до ручки, что детям самоката купить не может, не те, что машины. Но одновременно восстановление автопрома, властной промышленности. Но законопроекты о снижении акциза на ввоз автомобилей стоят далеко не первые в повестке дня. Прежде всего, в Раде ратифицировали соглашение с Нидерландами о сотрудничестве в деле преступлений, связанных с катастрофой MH17. Речь о сбитом Боинге в небе над Донбасом. Вчера за зеркальный документ проголосовала голландская сторона. Вчера за зеркальный документ проголосовала голландская сторона. Документ в зале поддержали. После этого начался долгий процесс рассмотрения поправок в закон об антикоррупционном суде. Ключевое, что хотят изменить, это разрешить НАБУ оспаривать решения, вынесенные судом общей юрисдикцией в новом антикорсуде. Суд, созданный не просто под НАБУ. Суд, созданный для того, чтобы выносить выроки по высокопосадовцам. Поэтому апелляция должна стоить всех справ, которые подслужны Национальному антикоррупционному бюро. Но с рассмотрением этой поправки тянули, как могли, и рассматривали технически. А параллельно в закрытых кабинетах Рады решали, что делать с еще одним больным вопросом Центризбиркома. Питание обновления ЦВК мы считаем одним из ключевых на этом пленарном тижне. Мы слышали застережение относительно количества, и вы также слышали застережение относительно количества кандидатов на посаду членов Центральной выборной комиссии в поданной. Фракция Блоку Петра Порошенко готова откликать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить это вопрос. Мы просто в консультациях договоримся, что, например, такой-то, такой-то, мы за него не будем отдавать свои голосы. То есть добровольно, мы готовы идти на этот крок, но мы ожидаем также от наших партнеров по коалиции такого самого кроку. Потому что от них было больше сумнений. Но фронтовики восприняли идею без энтузиазма. Мы уже два месяца, как минимум, могли это вопрос решить уже в этом парламенте. Ну, сейчас есть пропозиция, будем ее обговорить. Идут постоянные консультации. И то, что сегодня вопросы ЦВК стоят внизу, в порядке днем, означает, что оно в любой момент может быть поднято в проходную часть. Мы уверены, что Верховная Рада не имеет морального права закрыть эту сессию, не уничтоживший склад Центральной выборной комиссии. Не голосование БПП за одного из своих кандидатов позволило бы уравнять количество претендентов из свободных кресел в ЦИК. Если бы и фронтовики отозвали своего кандидата, появилось бы еще одно свободное место для оппозиционного блока. Но там настаивают, по закону их фракция может иметь двух представителей. Нам не нужно этих подачек. Нам нужно четко, прозорую систему. Президент страны должен внести парламент кандидатуру по квотному принципу от всех фракций. И это должно статься. Там должны быть все прозвища и за все должны проголосовать. Если там залишится одно прозвища непроголосовано, это шлях до формирования нечестной, непрозорой карманной ЦВК. Мы никогда не поддерживаем эти подклимные договоренности, которые сегодня идут. В итоге на вечернее заседание принесли голосование за правки в закон об антикурс судей и анонсировали переизбрание ЦИК. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.